Эстафеты у дзюдоистов и каратистов приняли воспитанники подготовительной группы детского сада номер 5 города Кировска. В дошкольном учреждении в рамках Хибинского спортивного фестиваля состоялись осенние старты. Несмотря на то, что Кировск хорошо припорошила снежком, участники в этот день собирали урожай. Поделившись на две команды – веселые фрукты и озорные овощи – как следует разогрелись под музыку. И только после веселой разминки вышли на старт. Первая эстафета – бег под зонтиком. Следом прыжки с первым урожаем – большой тыквой. А затем будущие первоклассники решали интеллектуальную задачу – сварить компот из фруктов и приготовить суп из овощей. И ничего не перепутать. Веселые задания следовали друг за другом. Родители поддерживали малышей аплодисментами. Спортивный праздник удался. Довольными остались и дети, и взрослые. Дети, конечно, есть разные. Есть, которых нужно, так сказать, как я называю, немножко разбудить, чтобы они начали двигаться. Есть, в которых это заложено изначально. Но, как вы видите, сегодня все прошло на адреналине, значит, запал есть. Эмоции зашкаливают. Эмоции зашкаливали. Это точно. Особенно у озорных овощей, у которых по итогам состязаний второе место. Тебя зовут Саша? А почему ты расстроилась? Ну, потому что у них улыбок. А кто из-за второго места не расстроился? Ты не расстроилась? Потому что это же просто эстафета. Ты тоже так считаешь? Да. Потому что у каждого, каждый умеет проигрывать. Должен проигрывать. Я тоже. И мне было очень весело. Ничего, если я даже проиграл. Добрым словом своих серебряных одногруппников поддерживали победители «Веселые фрукты». Не грустите. Мы бы им сказали, мы бы им сказали, эта группа опция, все тут, все тут должны свое место занимать. Кто заслуживает, кто не заслуживает. Мы можем плакать даже от радости. Потому что, когда будут еще соревнования, можно занять первое место. То есть у них еще все впереди? Кубок общий.